Всем громадный привет, ребята! Добро пожаловать на мой канал! И сегодня я снимаю видео обзор покупок с магазина Second Hand. Это видео я снимаю не одна, а с одной очень классной девушкой. Ее зовут Кристина и у нее тоже есть канал на YouTube. Кстати, Кристину я смотрю, наверное, с момента создания своего канала, то есть уже почти два года. Она много путешествует, она делает классные мейки, классные лукбуки, тоже, как и я, обожаю Second Hand, снимает влоги. И я думаю, что если вы перейдете на ее канал, то вы там можете пропасть надолго, потому что тем очень много и все ролики очень и очень крутые. Ну а теперь давайте перейдем к просмотру моих покупок. Только хочу еще отметить, что мы, Кристина, не просто так снимаем видео двоем, мы еще проводим конкурс. Условия конкурса вас ждут в конце этого видео. Первая покупка, которую я хотела вам показать, является вот такой вот топ. Кстати, я хотела отметить, что не все вещи я покупаю для себя. У меня есть интернет-магазинчик, ссылка на него в инфобоксе, поэтому переходите туда, смотрите, многие вещи идут как раз туда. И этот топ тоже. Это 16 размер, хотя, в принципе, он подходит на меня, потому что в основном такой разлетайка. Здесь безумно красивая расцветка. Посмотрите, какие цветы, попугайчики. Очень классные бретельки. Фанатею таких перекрестных бретелек. Мне нравится, когда красиво подчеткивается декольте. И я считаю, что такой топ можно носить летом под высокую посадку. Боже, как же я ее обожаю, потому что те, кто, как и я, такого невысокого роста, точнее, 1,65 м, вы, наверное, знаете, как нам важно подчеркивать длину ног, поэтому высокая посадка – это наше спасение. Очень мне нравится. Я осталась довольна этой покупкой. Следующая вещь, которую я вам показала, она на мне. Это вот такая вот кофта. Кофта с оголенными плечами. Фаворит мой уже полтора года. Она трикотажная, точнее, катон, это будет правильно назвать, здесь на резинке. Очень красиво вот этот вот треугольник, вырез такой на груди. Это полоска. И, не знаю, для меня этот фасон самый романтичный, самый-самый такой вот востребованный. Еще одной моей покупкой являются вот такие вот шорты. Да, я в курсе, что неон уже не в моде. Ну, боже мой, посмотрите же на них. Это же нельзя упускать с вида. Это кружево. Это не то, это шикарное кружево. Оно богатое. Высокая посадка на этих шортах. Сочетание вот такого вот черного, бежевого и лимонного, это вообще, это просто улет. Мне они очень нравятся. Я, если честно, выставила их на продажу на сайте, но я не знаю, если их не заберут в ближайшее время, снимаю с продажи, оставляю себе до лета, потому что, я думаю, у меня они будут очень-очень актуальными в моем гардеробе. Еще одну вещь я бы хотела показать. Вот такие вот брюки. Это брюки классика, Майкен Спенсер. Черные, в белую полоску, расклешенные прямо от верха. Их можно оставить в такой длине, а можно из них сделать кюлоты. И это будет потрясающе стильно. Даже сейчас, зимой, одевая сапог, который будет уходить вовнутрь, то есть кюлоты будут сверху, штанина будет так вот покрывать. Это смотрится шикарно под шубу, под пальто. Да даже под пуховики, да, это немножко звучит вычемно, но пуховики с кюлотами, пик популярности на этом сезоне. Кстати, хотела ответить, что вот эту кофту можно носить, как я сейчас одела, вот так вот, то есть плечи закрыты, как вам удобно. Допустим, я сейчас много двигаюсь, мне неудобно, чтобы плечи были оголены. Не буду долго мучиться разговорами, сразу же хочу показать пиджак. Кто на меня подписан в инстаграме, наверное, знает, что я такую рубрику небольшую веду, инстастори, 5 модных луков. И вот у меня в начале декабря просто зашкаливали модные луки вот такими вот пиджаками. Красивый такой вот, он твидовый, да, наверное, так называется. Это фирма Springfield, идет на 12 размер. Он идеальный, у него очень красивые пуговицы. Линия кармана украшена кожаными деталями. Сзади на локтях вот такие вот нашивки, однотонный под цвет пиджака. У него нет ни одного дефекта, и он очень-очень теплый. Я сейчас хочу даже посмотреть состав, потому что мне кажется, здесь есть шерсть. Мне кажется, она здесь есть. 39% шерсти. Конечно, есть полиэстер и акрил, но также и вискоза. Он очень крутой. Девочки, я настоятельно рекомендую всем купить вот такие вот пиджаки. Это будет весной. Просто сносить голову. В инстаграме я подписана на страничку, на аккаунт, называется Saba Skirt. Правильно, по-моему, так произносить. И это для меня просто кладезь вдохновения. Там девушки на фоне моря всегда в вязаных вещах. Поэтому, когда я видела такую вот майку Max нежно-розового пастельного цвета, я не могла пройти мимо. У меня в голове 5000 вариантов, как можно носить эту майку, нарисовалась. Пока что я ее, опять-таки, выставила на продажу, но я сомневаюсь. Оставлять несколько. Я вообще не знаю, как это я так вот столько вещей продаю. Мне, если честно, жалко. Я хочу все себе оставить. Аналогично предыдущие вещи. Вот такая вот вещь. Укороченный топ, горчичный. Обожаю этот цвет. Обожаю вот эту вот вязку. Кстати, можно классно его обыграть, обшить и использовать даже как купальник. То есть верх от купальника. Можно носить его самостоятельной вещью. Можно надевать его на рубаху. Это будет очень такой, знаете, с одной стороны офисный стиль, а с другой стороны это будет стиль такой вот с элементами casual. Это будет шикарно. Я не... Причем, кстати, я немножко перескочу. Я купила вот такую вот рубаху к хаки. Это вискозная. Спереди короче, сзади длиннее. Размер 34. Она очень сама по себе такая вот базовая классическая вещь. И мне кажется, вот так вот, если просочетать. Не на каждый день, нет. Но, допустим, на какое-то мероприятие. Да, если вы любите базовый гардероб, то есть вы не любите такое буйство, как у меня три шифонера, если ломятся от одежды. А вы покупаете, допустим, там 10 вещей и умело их сочетаете. То вот такое вот решение, да, вот такие вот вещи взаимозаменяемые, взаимодополняемые. Они будут очень и очень классно приживаться в гардеробе. Следующая вещичка. Это вот такой вот черный свитер. А внутри, видите, как кружево. Это очень красиво. И это тоже вещь такая, которую я бы назвала ультра необходимой. Потому что его можно одеть с юбкой нежного цвета. Это такая, вы знаете, прессировка. Это будет романтичный образ. Можно одеть его с джинсами, мам джинс, либо грубыми какими-то такими джинсами. Это будет такой гранд-штиль. Его можно одеть сверху на платье-комбинацию. И это будет вот такое вот немножко вечернее. Я как бы не пошла это сказать. Вы знаете, с элементами сексуальности, но не пошловат это будет смотреться. Свитер очень красивый, он качественный. И я считаю, что вот умение правильно выбрать зимний свитер, свитер на зиму. Знаете, это очень такое вот классное умение. Потому что многие люди одевают одну кофту, и она их портит. Она не подчеркивает фигуру. Она только не играет. Она не вот, знаете, просто вот греет, но не приносит эстетического удовольствия. Поэтому нужно классно подбрать свитера. Нужно искать свой идеальный. Я думаю, что вот этот вот именно таким и является. Следующая вещичка. Я, если честно, не могу сказать, что это мой любимый цвет. Это королевский синий, но он божественный. Вот серьезно. Вот посмотрите, вот такая вот блуза с такой баской. Она будет смотреться потрясающе. Ее можно тоже как вечернюю обыгрывать. Ее можно как офисную обыгрывать. Тут все нужно правильно просочитать цвета и подобрать низ. Мне кажется, даже новогоднюю ночь такую можно встречать. И если, допустим, знаете, ну не все люди любят вечерние платья. Не все покупают платья ради одной ночи. Поэтому нужно еще уметь купить такую вещь, которую можно будет использовать и как вечернюю, и как повседневную. И как, знаете, и в народ, и на работу, и везде, везде. Ой, девочки, вот эта вещь просто. Как она сейчас модная и актуальна. Это фирма H&M, размер М. Это божественный такой вот бежевый цвет. Как же мне он сейчас нравится. Бежевый цвет и контрастная вот такая вот футболка. Футболка-воротник контрастный, V-образный и рукав короткий. Я ее тоже продаю, но, наверное, не продам. Мне ее жалко очень. Тут небольшой люликс, она слегка вот так вот подыгрывает, поигрывает на цвету. Это очень-очень актуальная вещь сезона. Следующая кофточка. Это фирма Zara, размер М. Это трикотажный такой вот реглан с безумной нашивкой. Тут вышивка просто мне чем-то напоминает индийский стиль. Этот реглан удлиненный, он красивый. Это линейка Трафалюк. Это, насколько я понимаю, это детская линейка. Но, я думаю, он даже на меня будет смотреться немножко великоватый. Хотя он, мне кажется, идет оверсайз. Очень красивый, без единого недостатка. Классная. И тоже, я вот сейчас много смотрю лукбуков вариантов. Я бы носила его не как заезженный, да, вот привыкли мы с джинсами, а я бы носила его с платьем. Платье под низ какое-то будет смотреться потрясающе красиво. В последнее время я очень много думала по поводу гардероба. Не то, что капсульного, но такого вот лаконичного. И я понимаю, что в лаконичном гардеробе нужны вещи, которые, знаете, как вот можно классно обыграть. Допустим, вот эта вот вещь, это двусторонняя блуза. Я такую впервые встретила. Я даже не знаю, что это за фирма, потому что все бирки не присутствуют. С одной стороны ее можно носить вот такой вот синей, и сзади будет выглядывать вот такая вот бежевая ткань. С другой стороны можно ее вывернуть, и это будет бежевая блуза, на контрасте которой будет играть синяя ткань. Она очень красивая. И эта вещь, вот знаете, для тех, кто не хочет покупать много одежды, вот это выигрышно будет так вот. Да, и место немного занимает, и в то же время вот так вот ее можно классно менять. И, допустим, один день вы в бежевом, другой день вы в синим, и это будет смотреться круто. Еще одна моя покупочка. Это вот такое вот платье. Ну, и я люблю вот такие вот принты, милейшие, я не знаю. В мои-то годы еще можно такое носить, или мне уже пора, что-то более строгое выбирать. Но я когда вижу такую расцветку, пройти мимо не могу. Классный варантинячок, это фирма Вера Мода, размер Эско. И мне еще нравятся вот такие вот, знаете, сочетания. Вообще, если взять колористику, сочетание бирюзового, оранжевого и желтого, это как-то, ну, странновато. Но именно здесь мне это очень нравится. Следующая кофточка. Это такая вот вискозная, она объемная. И здесь самый такой момент актуальный, это рукава. Насколько же это сейчас модно. Вот такие вот раскалешенные разлетайки. Она безумно классно смотрится. И она тоже без единого дефекта. И стоила сущие копейки. Это фирма F&F, Casual Collection. Сделана она в Бангладеш, размер 12. Очень классная, красивейшая вещь. Еще не вышли из моды. Поэтому вот такую вот майку я не могла пропустить из вида. Это такой вот цвет бургунди, в белый, не в белый горошек, я бы сказала, а в бежевый горошек. Здесь такие вот красивые цветочки по линии воротника. Она слегка просвечивается, но я думаю, в белье сюда подобрать ее элементарно, обыкновенное, бежевое, базовое белье. И будет смотреться круто. Вот такой вот топ. Тоже красивый цвет. Кстати, обратите внимание, вот этот цвет сейчас очень популярный. И ткань. Макаронка, она еще по-прежнему актуальна. Модный фасон, это обрезанные рукава и вот такой вот воротничок. Она слегка тоже просвечивается, но очень красивая. Вот, только посмотрите, как оно... Мне кажется, этот цвет подходит абсолютно любому цветотипу. И блондинки, брюнетки, рыженькой девушке всем будет подходить. Следующая покупка. Это такой вот кроп-топ укороченный, небесно-голубого цвета. Здесь очень красивая ткань. Видите, она такая, как в рубчик. Рукав три четверти и очень классно на спине вот такая вот полоска. Это смотрится настолько вот так вот нежно. Так вот вот показала вот такой вот свитшот. Очень красивые цветы. Я люблю такую вот вышивку с тразами, бисером на одежде. Рукав тоже укороченный. И вот касательно этой вещи, да, я опять-таки могу сказать, что она универсальна. Ее можно носить и с спортивной одеждой, и можно с классической. Можно с юбками, можно с шортами. Ну, вот как фантазия играет. В принципе, настолько ткань меланжевая. Она очень-очень. Платье-рубаха. Она очень красивая. Вот серьезно, девочки. У меня такое есть. В нескольких оттенках я могу сказать, что это настолько удобная вещичка. Это у меня пойдет на продажу. Длина комфортная. Она не сильно короткая, не длинная. Вот такая вот средняя. Его, в принципе, можно классно обыграть с помощью брошек. Можно из-за какой-то шарфик одеть. Мне кажется, красиво было бы банданность смотрелась в этом сочетании. Ну, я считаю, что такое вот платье должно быть у каждого. Его можно использовать как рубаху. Просто удлиненная рубаха, да, вот сверху как накидка. Ну, тут как уже фантазия и как у вас стиль. И подошли к самой интересной части. Это конкурс. Условия конкурса следующие. Нужно быть подписанными на мой канал и на канал Кристины. Ссылка на канал Кристины внизу в инфобоксе. А также вот здесь в бегающей строке. Она обязательно появится. На территории России призы разыгрывает Кристинка. На территории Украины призы от меня. Я разыгрываю следующие вещи. Это вот такая вот блуза. Красная. Такой вот огненный цвет. Очень красивая. Это фирма New Look. И на ней такой вот деталью акцентной является вот такая вот спинка. Очень красивая спинка. Здесь вот такая вот шлейка, которая регулируется выше-ниже. Размеры это восьмерочка. И мне нравится и вперед. Здесь тоже вот такая вот классно обыграна линия декольте. А вторым призом является вот такой вот ромпер. Это цвет хаки. Внизу карманы дополнительные, шнуровки, кулиски. Застегивается он на молнии. И вот такой вот ромпер. Кстати, можете у Кристины найти есть видео-лукбук. Она подобный ромпер обыгрывала и очень классно обыграла, добавив детали. Смотрелась потрясающе. Итак, два приза от меня. Два приза вы можете найти на канале у Кристинки посмотреть. Розыгрыш длится до 13 января 2018 года. В этой дате мы объявим победителей. Доставка за наш счет. Все, кто участвует, обязательно пишите в комментариях участвовать. Напоминаю, девочки из России, вы пишите у Кристины. Девочки из Украины, вы пишите у меня. Мои призы вот, Критинкины, посмотрите на ее канале. Если что-то непонятно, пишите в комментариях. Я обязательно разъясню подробнее. Я верю, что кто-то из вас получит эти призы. Те, кто не получит, сразу говорю, не расстраивайтесь. Конкурсов будет еще очень-очень много. И я думаю, что я постараюсь каждого моего зрителя дарить подарками. Всем спасибо, кто посмотрел это видео. Подписывайтесь на наши каналы, ставьте пальцы вверх. Мы вас очень любим, обнимаем. Пока-пока-пока. Пока-пока.